Приветствую вас, Ананил. Я думаю, в первую очередь нужно сказать, что у вас очень много страхов, у вас очень много определенных таких переживаний, у вас много сравниваний себя с другими. Ну вот, в частности, да, с другими женщинами, например. И мне кажется, что проблематика здесь в том, что вы в целом боитесь близости, в целом вы боитесь открыться, в целом вы боитесь каких-то, какой-то боли, какого-то негатива, вот. А почему? Возможно, из-за просто опыта, возможно, в целом вы такой вот человек, да, это нехорошо и неплохо, то, что вы такая, ну вот. Но, тем не менее, как бы, правда, здесь заключается в том, что этот опыт, который вы получили, да, опыт вот такой, да, ну, я бы сказал, негативный, крайний, вот. А он, получается, продолжает на вас влиять, да, и влияет, ну, вот, достаточно сильно. Я бы здесь сделал акцент, что вы риски, то есть, я говорю, агрессивный, то есть, от чего-то защищаетесь. Вот. Я бы сделал акцент, что у вас прям вот, прям вот мало такого общения с мужчиной, которое, знаете, было бы личностным. То есть, ваше общение, оно, как мне показалось, больше все-таки такой вот, ну, ну, больше гендерное мне так показалось. Вот, я могу, конечно, конечно, ошибаться, но мне показалось, что оно у вас больше гендерное общение, вот, и, соответственно, это может быть проблемой, да. И так. Наши сети на комплексном интернете всегда выбивают меня из колеи пишите, пишите вы. Ну, чем выбивают вас из колеи эти, как вы говорите, знакомства? То есть, вот, чем, чем, чем конкретно выбивают вас из колеи знакомства? Такое ощущение, да, что вы, вот, общаетесь с какой-то очень определенной целью. Мужчинам. Тогда как сами мужчины общаются или не общаются, ну в общем и целом могут общаться или легкие в принципе. Сложного здесь ничего нет для них, да? То есть давайте вот постараемся понять, что конкретно выбивает вас из коллег. Дальше. Недавно я рискнул, рискнула. Чем именно вы рискуете? Аноним. Посидела в тиндере целых три дня и забежала, потому что понимала, что не могу делать внимания людям, сколько они вероятно заслуживают. А повернуть мне не хотелось, хотя это очевидно там принято. Есть ощущение, да, что такое ощущение двойственное, что с одной стороны я хочу общаться в том же тиндере, но с другой стороны я хочу общаться только с определенной целью. Чтобы достичь того, что мне нужно. Без определенной цели, без определенной цели, простите. Ну, я общаться не готова. Дальше. На одно свидание сходило, после чего парень исчез. Я решил написать, но он меня отшил. На одно свидание сходило, после парень исчез. Особенно на одно свидание, как вы выбрали мужчину на свидание. Когда парень исчез, для чего вы написали ему первое? Я рискнула написать. Опять же, чем вы рискуете, когда пишете? Он меня отшил. Сказал, что ты вроде не сможешь самообщаться, что я красивый, найду достойный. Высильную причину не знаю. Возможно, потому что затронула тему гомофобии и сенофобии. Была риска. Сказал, что вопрос о гомофобии, это как тест на... А... Откуда такая реакция? То есть не отталкиваете ли вы этим от себя мужчин? Хотя, возможно, просто я внешне его не привлекла. Я очень была расстроена тем было, что он меня заблокировал, попрощался. Как вас это задело? То есть, понимаете, складывается такое ощущение, да, что вы... Чересчур чувствительны к тому, что о вас думают и как вас воспринимают люди. Случайно в директе инстаграма мне завязался диалог с другим мужчиной с этого приложения. Не могу объяснить почему, но он меня привлек. И я проявил инициативу, послав его на свидание. Смотрите. Во-первых, с ним привлек. Так давайте с этим разберемся. С ним привлек. Потому что вы пишите, что он вас тянет. А когда человек тянет, это больше правопотребность определенную, да? Дальше. Когда вы позвали его на свидание, вы сделали это для чего? Чтобы что? Он прислался на звонит и сказал, что возможно на следующей неделе. И вот следующей неделе я от него не смогу. Ну, как бы опять же, не проблема. Если только проявляя активность и приглашая его на свидание, вы ставите на конь что-то свое. То есть в случае, если он откажется, это будет значить для меня, что я такая-то, такая-то, такая-то. В переписках был более активный жмей, писал развернуто, рассказывал о себе, интересовал со мной, делал какие-то приятные замечания. Знаете, есть ощущение, да, здесь, что не столько самообщения важно, что мы с вами тут общим, сколько то, что вы чувствуете, что вас заметят. Вот. Такой момент. Дальше. Значит, я была очарована, потом меня заклинило на мысль о том, что я ему два раза написала первый, и я его позвала на свидание, а просто любит початиться, может быть. Ну и что? Чем эта мысль для вас важна? Вы говорите, что вас заклинило на ней. А что именно так заклинило? Отдаете ли вы себе отчет, что здесь вы уже выстраиваете отношения с нечеловеком, а пытаетесь подобрать определенный путь, идеальный путь для того, чтобы... получить желаемое. То есть, вы задаетесь вопросом, как мне надо себя вести, чтобы мужчина был со мной. Вы не ставите вопрос так, я хочу, я хочу, то есть вот, как условно говоря, я хочу себя вести. Такой вопрос вам не ставится, но вам ставится вопрос, как надо себя вести. Понимаете, вот, в чем здесь суть, в чем здесь трудность как раз заключается. Дальше. Так, он может просто любить початиться и стал отвечать ему коротко и смироком. А что меняет тот факт, что он любит початиться, например? Сказал он, что интуиция подсказывает мне, что человек скоро зачекнет, он что-то ответил, что ему нравится общаться. Ну, вот видите, здесь вы больше внимания обращаетесь уже на само общение, нежели чем на его предмет. То есть, повторюсь, это ведется только о том, что вы хотите общаться, как бы, для чего-то конкретно, но не просто для общения. То есть, вы не наслаждаетесь общением. Вы довезены каким-то желанием, каким-то противоречием, но при этом не очень хорошо понимаете, что это желание. Например, желание быть смешиной, да, но каков его предмет. Дальше. Так, значит, с тех пор все, прошло 5 дней, и он не пишет. Я несколько раз заходил на его страницу, и занялся, что год назад расслался с девушкой. Слушайте, ну, прошло 5 дней, он вам не пишет. А почему самой не написать? Ну, то есть, типа, вы считаете, что он уже должен написать первый, а вы его воспринимаете уже как мужчина. Мне кажется, что вот вы, это называется, слишком быстро переходите к такому геймерному и геймерному общению. Геймерное общение, оно начинается несколько позже, когда личные личности общаются в какое-то время. А в личностном общении особо не важно, кто первый пишет. Конечно, если у вас действительно есть общие интересы. Так, значит, я узнала, что год назад расстался с девушкой, которую я далёно не знаю по своей среде деятельности. И они вместе были 12 лет, получается 17 лет. И вот год они не вместе, она очень красивее меня, умнее меня, талантливее, намного короче, я ей проигрываю. Вот вы себя сравниваете с ней. Здесь проявляются ваши обесценивающие депрессивные тенденции, которые, ну, наверное, скрывают то, что у вас завышенные требования к себе, неудовлетворённо с собой. Соответственно, страх, страх от выражения, может быть, ну, страх одиночества. Тут нужно посмотреть. А я думаю, если человек любит такую женщину 12 лет, что я вообще-то делаю, что вот, поэтому не больше, чтобы с 12 лет я всё равно будет сравнивать. И вот это вот всё. То есть вы, условно говоря, имея опыт сравнивания с собой, с других девушек, как бы этот опыт переносите на других людей, получается. Короче, меня сильно хандрало, один из них после первого свидания, другой после прибытия. Так, пока общего-то между вами всё было, какая основа для общения, понимаете, всё шло в штуку. Основа для взаимодействия между вами какая? Мне что делать? Что делать, чтобы что? Забить меня к нему тянет, но я думаю, этот человек может меня травмировать. Как? Что не нужно общаться с ним, чтобы наслед не был в отношениях только год, как и остался. Ну, здесь вы высказываете свой страх. С одной стороны, с другой стороны, ну, типа, если вам человек действительно нравится, и вы хотите сделать для него что-то. То есть поймите, если у вас есть ожидания, если вы вот увидели, почувствовали, что мужчина может дать вам то, чего вы хотите, то это не про симпатию. Вы правильно сказали, вас тянет. Вас именно тянет. То есть тянет, это означает что? Чувство, что моё желание способен удовлетворить данный конкретный мужчина. То есть мне думается, что вам бы вот в себе разобраться, как-то себя принять, да, перестать сравнивать, вот более, так сказать, ценностно, более ценностно к себе относиться, начать. Вот, и тогда уже, я думаю, ситуацию, в принципе, можно будет исправить, да, можно будет ситуацию поправить, мне так представляется. Вот. А пока, пока вот так. Пока такая вот история. И обратите внимание, вы хотите именно от определяющих советов, то есть вы хотите, чтобы мы сделали акцент на интеллект, на интеллектуализацию, на мысли, но не на то, чтобы вам разобраться в себе. Я так говорю, задом, что вы убегаете от своих эмоций, вы убегаете от своих чувств, не разбираетесь в них. Пока так происходит, у вас будут проблемы. Ну и общение нужно строить немножечко, наверное, всё-таки иначе, не так, что вы в мужчине сразу видите мужчину, наверное. Ну, здесь нужно смотреть, да, то есть вы можете видеть в мужчине и сразу в мужчине, если хотите, но для этого, как бы, требуется определенное поведение, для этого требуется, наверное, соблюдать некоторые требования, соответствовать некоторым требованиям, вот, которым я боюсь вы несколько не соответствуете. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи.